Привет, друзья! Одни ли мы в этой вселенной? К сожалению, никто не может дать нам точный ответ на этот вопрос. С одной стороны, трудно представить, что мы единственные разумные существа среди бескрайнего космоса. С другой, если мы все же не одни, то есть ли кто-то или что-то более могущественное? Каждый год записи очевидцев лишь порождают споры между сотрудниками уфологии и учеными, которые раз за разом стараются опровергать любое событие, связанное с НЛО. Жительница Южной Каролины Дебра Томпсон стала свидетельницей невероятной ситуации, когда над ее домом в ночное время парил странный объект. Женщина выставила пятиминутное видео на YouTube, в котором выразила свое удивление от происходящего. Остров Киава, где и были сняты кадры объекта красного цвета, напоминающий форму диска, расположен у побережья Южной Каролины, район, который известен своей паранормальной активностью. Такое необычное явление население острова наблюдало уже не первый раз. Позже, когда средства массовой информации заинтересовались этой историей, Дебра выступила на одном из каналов и сказала, «Выйдя на улицу, я заметила эту красивую красную сферу на небе. Я знала, что это не Венера, поскольку она была на северо-западе. Объект двигался в моем направлении и, казалось, был под контролем разумного существа». С начала 2016 года в этой местности про НЛО сообщалось как минимум дважды. Еще один очевидец описал его как круглый светящийся шар красного цвета. А вскоре загадочный объект, похожий на НЛО, был найден на соседнем острове Сибрук, на пляже, после прилива. Это повергло местных жителей в шок. Они описывали его как довольно крупное цилиндрическое тело твердой формы. Уфологи, которые начали заниматься изучением объекта неизвестного происхождения, до сих пор всю информацию держат в тайне. Поэтому, что это было, нам с вами остается только догадываться. Шокирующее видео на своем канале выложил известный уфолог из США Марти Салас. Он смог получить впечатляющие кадры благодаря камерам ночного видения, установленным у подножия самого активного вулкана Мексики, который прославился необычной инопланетной активностью. Вечером 11 марта 2017 года из дымящегося кратера возник яркий белый объект, который за пару секунд набрал большую скорость и, вытянувшись в длинную спираль, вылетел за пределы диапазона камеры наблюдения, работающей в режиме прямой трансляции. Подобные отверстия выступают как клапаны для сброса избыточного давления вулкана. И можно предположить, что поток вырывающихся из них вулканических газов – это и есть своеобразный лифт для поднимающихся на поверхность инопланетных объектов. Большинство уфологов, которые сутками следят за происходящим, придерживаются мнения, что глубоко под вулканом все же существует инопланетная база. Стоит обратить внимание, как во время полета у НЛО включались двигатели, корректирующие движения, и оставляли после себя слегка заметный инверсионный след. Марти Саллас убежден, что это был корабль внеземного происхождения. Ведь ни одно транспортное средство, либо пассажирское воздушное судно не рискнет пролетать прямо над действующим вулканом, который в любой момент может выбросить в небо раскаленный фонтан лавы или вулканический пепел. Всем известно про мощный взрыв на атомной электростанции Фукусима в Японии, который произошел 11 марта 2011 года. Крупную радиационную аварию седьмого уровня по международной шкале ядерных событий спровоцировало сильнейшее в истории страны землетрясение, а также последовавшее за ним цунами. В тот момент, когда произошла катастрофа, очевидцы видели некое скопление НЛО над станицей, а также рядом с расположенными военными базами. Что примечательно, за несколько суток до случившегося, там же в небе, еще начали происходить аномальные изменения, а данные со спутников показали, что состояние ионосферы не соответствует представленному региону. Что же послужило этому причиной, спросите вы? Очевидцы говорили, что видели нечто похожее на светящиеся шары, пять неопознанных сфер, которые будто наблюдали за происходящим. Они двигались медленно и хаотично, и периодически меняли яркость. Затем направились в сторону океана и моментально исчезли. Американский уфолог Роберт Хастинг, изучающий данный феномен, рассказывает, что за последние несколько лет НЛО часто можно увидеть неподалеку от ядерных станций. Инопланетяне раньше ограничивались простым наблюдением за нами, а теперь они исследуют военные объекты и способы оказывать воздействие на них. Что они хотели возле АЭС в Японии, приблизить наступление катастрофы, либо не допустить ее, пока неизвестно. Все население маленького города Акюрейри, который находится в Исландии, сильно переполошилось после того, когда местный житель Бьярки Миккельсон снял на видео неопознанный летающий объект. Мужчина находился на одной из смотровых площадок города, когда вдруг увидел, что на небе возникло дополнительное солнце, которое начало медленно падать на землю. Простым рассказом мало кто поверил бы, и, к счастью, у него оказалась собой видеокамера, благодаря ей было зафиксировано происходящее. Передавая отснятый материал исландским уфологам, Миккельсон рассказал, что неопознанный объект желтой вспышкой спустился с небес и рухнул где-то в пределах городской черты. Вскоре видео появилось на ютуб-канале и заставило переживать не только жители Акюрейри, но и весь мир. Дабы успокоить народ, власти заявили, что это управляемый летательный аппарат, который часто применяется наряду с камерами уличного наблюдения, но никак не НЛО. Однако подтвердить эту информацию уфологи не смогли. А вот следующее загадочное событие произошло 10 ноября прошлого года в нидерландском городе Гаага. который расположен в провинции Южная Голландия. Местный житель заметил среди ясного неба темный объект. По виду он напоминал огромную сигару с выдвинутыми из нее антеннами. Самая крупная антенна торчала горизонтально из боковой части конструкции, а еще восемь, имеющих разную длину, спускались вниз. Шокированный очевидец был уверен, что стал свидетелем появления над его городом НЛО. Изначально он подумал позвонить в полицию, но посчитал, что правоохранительные органы сочтут его за полоумного. И тогда решил, что если это и вправду воздушное судно инопланетян, то стражи закона узнают об этом и без него. Поэтому он решил зафиксировать необычное явление на камеру своего телефона. Через пару минут загадочный объект буквально растворился в воздухе. В итоге свидетель решил отправить полученное видео не в полицию, а именно уфологам. Большинство специалистов, которые изучали данную информацию, сделали заключение, что запись аутентична, не была подвержена монтажу и на ней действительно запечатлено нечто шокирующее. Очевидец, который зафиксировал на камеру телефона эти кадры, захотел остаться инкогнито. Шокирующая запись стремительно распространяется и на сегодняшний день среди англоязычных сайтов, которые посвящены уфологии и небесным аномалиям. Аноним сообщает, что недавно пролетев над Южной Америкой на самолете, в иллюминаторе увидел три необычных светящихся шара, поразивших его до глубины души. Он объясняет, что загадочные скопления света кружили в воздухе, как живые существа, иногда даже выстраивались в прямую линию, а после этого снова разбегались в разные стороны. В определенный момент один из аномальных шаров стремительно полетел вниз, и вскоре двое остальных объектов последовали за ним. Затем они скрылись из поля зрения очевидца, и тот вздохнул с облегчением, ведь начал переживать за безопасность полета лайнера. На уфологических ресурсах видеоролик произвел эффект разорвавшейся бомбы. Большинство людей, просмотревших видео, высказывали свое мнение, что это одно из самых лучших доказательств присутствия инопланетян на нашей планете, которые регулярно наблюдают за нами. Их аппараты разнообразных форм, снуют практически везде. От сопровождения пассажирских самолетов со стороны неопознанных летающих объектов становится уже обычным делом, говорят уфологи после просмотра видео. К общей радости подобные загадочные эскорты не приносят вреда и неудобств гражданским самолетам. Пока что. Подобные видео действительно заставляют задуматься о существовании внеземной жизни. А на сегодня у меня все, друзья. Оставляйте ваше мнение в комментариях об этих записях и ставьте лайки. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова